Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Михаила Хазина «Когнитивный диссонанс в действии». Я уже описывал это обстоятельство, но поскольку где-то начиная с начала предыдущей недели, точнее с саммита НАТО, ощущение стало особенно сильным, считаю полезным вернуться к теме. Суть описываемого явления очень проста. Вся управленческая верхушка Запада, что чисто экономическая, что политическая, впала в состояние тяжелого когнитивного диссонанса, очень похожего на тот, в котором пребывали советские функционеры в 1988-90-х годах. Они продолжают выполнять свои функции. Например, атака на Россию за якобы совершенное в Германии убийство. Они выстраивают какие-то комбинации с газом и Украиной, например. Они пытаются что-то спасти, какие-то процессы запустить. Но в общем и целом делают это не просто неубедительно, но и с какой-то безнадежностью в глазах. Ну действительно, посмотрите на саммит НАТО. Эта организация создавалась как форпост США в Западной Европе. Это не Евросоюз. Она априори находится под контролем США. Именно им принадлежит последнее слово. И вот на саммите, юбилейном саммите этой организации, президент США сбегает с главной пресс-конференции и вообще с заключительных торжественных мероприятий. Понятное дело, что после такого демарша говорить об успехах и повышении авторитета не приходится. И самое главное, что говорить людям. Как объяснить такие коллизии? Трампу уже НАТО не интересно? А тогда кому оно интересно? И зачем в условиях кризиса и падения уровня жизни населения выделили дополнительные 130 миллиардов? Для войны с Россией, про которую Трамп сказал, что с ней нужно дружить, тут по неволе ум за разум заедет. А с чеченцем убитым в Берлине. Но вспомните Скрипаля. Вся пресса Запада дружно начала вопить про химические атаки в центре свободной Европы. Про агрессию и чуть ли не войну. Сотни высланных депутатов. Чуть не написал 100 тысяч одних курьеров. Санкции, исследования. С Литвиненко тоже было похоже. Хотя и там все было шито белыми нитками. А сейчас? А сейчас подкрепили всю историю только базой в Альпах. Хиловато придумано право слова. Да и ресурс использован не весь. Где вопли фрау Меркель с ритуальным биением себя в грудь? Где высылание смальты Болгарии и Словении российских дипломатов? Наконец, где многочисленные тайные базы России на островах Арктической Канады? Или может быть в результате ссоры Трампа и Трюдо в Канаде теперь не ищут русский след? Нет. Конечно, причина скандала с чеченцем в общем понятна. Встреча в нормандском формате. Которая США вовсе не так интересна. Чтобы не сказать, что они выступают в этом споре не на украинской стороне. А ведь предупреждали хохлов, что добром дружба с Клинтонами не закончится. Но тем не менее, нельзя так профанировать серьезные провокации. Люди же смотрят и в общем недоумевают. В частности, они очень-очень хотят понять, в чем проблема. То ли Россия не совсем так виновата, в кавычках, как в деле скрипалей. То ли со скрипалями сильно переборщили. И теперь нужно отматывать дело назад. А не очень понятно, как и главное, кто это будет делать. Вот в этом, собственно, и есть главная причина ошарашенного поведения либеральных, а есть в Евросоюзе другие, чиновников. Они-то отлично знают, где они врали, где воровали. К слову, мы тут, по сравнению с ними, чистые дети. Где фальсифицировали документы и свидетельские показания. Это скрипаля можно было устранить довольно безболезненно. Хотя до конца это еще не очевидно. А с остальными делами, как чисто внутренними, и они совершенно не хотят, чтобы разбираться со всеми этими делами, пришли чужие. А они придут. Поскольку кризис продолжается. Уровень жизни народа падает-то. Рано или поздно придут другие функционеры, как это было у нас в 1991 году. И они встанут перед двумя важными вопросами. Как сделать так, чтобы всю ответственность за предыдущее безобразие переложить на тех, кто уходит? И как сделать так, чтобы никто не тыкал пальцем в них, когда они тоже будут немножко уносить бюджетных средств в семью? В Чехословакии эти же либеральные ребята предложили сделать закон о люстрации. Точнее, предложили везде. Но реализовали в ГДР и Чехии. Может еще где, но я уже не помню. И проблема решилась автоматически. Старых коммунистов нигде нет. Воруй не хочу. У нас, кстати, эти старые коммунисты много крови попортили либерал-демократам и молодым реформаторам. Все время тыкая их носом в разного рода неблаговидные поступки. Так что либеральные функционеры очень хорошо понимают, что будет, если они ситуацию не удержат. Будет для них очень плохо. Небольшая пенсия без льгот и добавок станет счастьем. Потому что многие не просто лишатся всего, но и просто сядут в тюрьму. Более того, не могут не сесть во имя благополучия нового, незамаранного в связях с финансистами поколения. И такого никто из них не хочет. А их много. Это весь чиновный аппарат Западной Европы. Не забываем и аппарат пропагандистский, который, в общем, тоже на жаловании. Никто же в здравом уме не считает тот бред, который они пишут. Они даже могут считать, что большая их часть не пострадает. Но никто не даст гарантии, что не пострадает конкретный персонаж. И поэтому нужно продолжать тянуть уже безнадежно устаревшую лямку. В надежде на чудо. Ну и поглубже зарывать ранее унесенное в норку. Вдруг что удастся сохранить. Но согласования уже нет. Поскольку говорить слух со старыми друзьями опасно. Своя рубашка ближе к телу. Да и выполнять прямые приказы начальства нужно осторожно. Не провоцируя ситуацию и не демонстрируя свою близость к скоро станущему кровавым либеральному режиму. Или у кого-то есть иллюзии. Вот у меня их нет. Какую-нибудь делиберализацию они точно устроят. А как иначе, если на Новой Ялте будут заседать державы-победительницы финансового, то есть по идеологии либерального глобализма. Нет, все будет очень интересно и процесс только начался. А кто хочет почувствовать его получше, поищите старые 89-90 года выпуски программы «Время». Посмотрите их. На канале «Ностальгия» они были точно. И прикиньте на современную ситуацию. Будет очень познавательно. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях. И подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok